Доброе утро! Мы выспались, отдохнулись, набрались сил и готовы ехать дальше в дорогу. Домик, в котором мы ночевали, прекрасный просто. Нам так понравился дизайн. Очень чисто, очень уютно. Рядом река. Мы спали с открытым окном. Воздух свежайший. Комаров нет. Готовы ехать к морю. Поднимаемся по лесенке. Вот такой обзор. Там река. Сейчас я спущусь, покажу. Здесь беседочка. Заходим вовнутрь. Тут как прихожая такая мини. Туалет, ванна. Тут душ. Зеркало. Туалет. Трудно показать, потому что он очень высокий. Так. Окошко. Мойтесь себе. А тут такой прекрасный вид. На горы. Туалет с прекрасным видом. Так, идем дальше. Здесь как мини-гардеробная может быть. Если вы на дольше приехали, например, мы на один день, то нам достаточно. Кухня, микроволновка, холодильник, плита и даже духовка. Очень удобно. И везде из окна такие виды. Горы, 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 природа. Красота. Тут диванчик. Такая лаунч-зона, чтобы отдохнуть. Тут можно перекусить. Столик, телевизор. Мы даже не включали. Балкон. И опять же, вид. Шикарный. Тут столик и два стульчика. У нас опять же не было времени там посидеть. И поднимаемся в спальню. Кровать. Лампа. Чистый минимализм. Ничего лишнего. Вот так выглядит сверху. И вот такой вид сверху. Вот так лежишь себе, отдыхаешь. Красота. Опуск, возничок. Средто скажет пару слов. Приглашает вас всех в гости. Чао, приятели из Руси, из Украины. Дођите код нас, забудете наши гости. Славко е мой друг. И мы чему до вас угостим. И нам направим најбуду цену. Поздрав за Русију и Украину. Спасибо. Свако добро. Выходим из номера. Водичка прозрачная. Похожа на... Как в Карпатах у нас, в Украине. Вот домик, в котором мы ночевали. Пока-пока, домик. Вот так выглядит городок Калашин. Такой небольшой городочек. Приближаемся к морю. Вау, какой туннель. Смотри. Че, такого не видим в туннеля. Мы ехали по дороге. Уже спустились в гор. И там авария какая-то серьезная. Сейчас будет видно, ближе подъедем. Пробка. Машины стоят. Объезжаем. А, отодвинули дорогу. Сейчас снимем машину справа. О, смотри. Снимай. А кто в нее въехал? Не поняла. Вот. Вольсваген. На дороге нужно быть внимательными, аккуратно ездить и не спешить никогда. Опять серпантинчики появились. У нас перекус. Вот с таким видом. До места назначения нам еще ехать 15 минут. Я только что снимала и показывала, какой здесь прекрасный вид. Море, все так красиво, солнышко, закат солнца. И давайте теперь обратим внимание вот сюда. Просто какие люди свинки. Поели, бросили. Мы всегда мусор с собой забираем. И так не делаем. Он же ж не раскладывается. Тут будет лежать, не знаю, тысячелетиями, наверное. Пластик. И никто здесь не убирает. С другой стороны, здесь, конечно, могла бы быть мусорка. И она есть. Если вы посмотрите вот дальше. Но людям, как всегда, лень донести 200 метров. Они лучше кинут и поедут. Настроение у нас было супер, так как мы преодолели расстояние в 1700 километров. Наконец-то добрались до Черногории. И отправились к моему брату с его женой, которая находится в городе Пржно. И отдыхает в Черногории уже два месяца. Вот такой арбузик мы вчера купили. Сейчас будем пробовать сладенький или нет. Как там? Звук есть. Вроде должен быть сладенький. Сейчас разрезаем. Разрезали наш арбузик. И он должен быть мега сладкий и мега вкусный. Ой-ой-ой. Ням-ням. Андрюша, попробуй. Сейчас я скажу, на мне это пробуй. Конечно, серединка. Мы только что купили сим-карту MTEL оператора MTEL на 500 гигабайт. И ровно месяц мы сможем пользоваться этими гигабайтами интернета. А сейчас мы пойдем на рынок и посмотрим, что там есть. Сейчас на видео вы видите Андрюшу и Аню. Андрюша это брат моей жены. Они находятся в Черногории. И Андрюха снимает крутые видеоблоги, путешествует. Ссылочку на его канал я оставлю в себе в описании под этим видео. Мы гуляем в городе Будва. Сейчас идем на старый рынок, купить продукты. Будве, Черногория. Это лучший торговец года. Да. Хороший продавец. Да, братцы. Черешня стоит 7 евро килограмм. Малина коробочка 2 евро. 2 суперцервера. Черешня, холмач? 8 евро. 8 евро, да? Авокадо 4? 9. 9. Виноград? 4. А персик какая цена? 3. Малинка? 2. 2. Малинка это 2 вот этот маленький такой. А вот эти персики? 5. 3. 3. 3.50. А лимончик почем? 3 евро. 3 евро, да. И помидорки? Да. Хорошо, это для 2 евро. Картошка 1 евро. Арбуз? Сколько? 70 центов килограмм. Вот такой хамончик. Какая цена его? Это для друзей видео. Сколько стоит? 13 евро килограмм. 13 евро килограмм. А вот этот другой? Это будет прошу цене на 11 евро килограмм на скидку. Вот этот 11 евро килограмм. Да. Очень вкусный. Это видео для друзей. Маска с коноплёй. Что-что? Маска с коноплёй продается. Маска с коноплёй? Да, для волос. А очки сколько такие стоят? 10 евро. 10 евро? Да. Это хороший мусор. Очень красивый. Трэш. Катя, а ты что ищешь? Ты на улицу? Тяжело дышать, да? Так, ребятушки, отличные очки. 10 евро и мир преображается. Вау. Но самое приятное, если я их вдруг кину на сиденье автомобиля и сяду на них, я их просто выкину и пойду куплю новые. Класс. Ну, Катя не за 10 евро, да? Нет, у меня за 200 евро. Катя, ты что? Бананы стоят 1 евро. Хорошая цена. Возьмем. Ты будешь банан? Не, много не берешь, чтобы не портить. Два бананчика. Угу. Надо съезжую еще возьмем. Так, и хочу. Мам, а что еще? Ну, я не знаю, с ними про специальные. Я не буду это все рассказывать. Апельсины 1 внешняя цена. Вот такие цены. Апельсины 1,29. Это в маркете. Грейпфрут 1,99. Лимон 1,89. Слива. Ананас. Груша. Яблоки. 8,89 центов. Евро 19. 29. Персики. 1,99. И абрикоски 2,95. Смотрите, что там. Ребята, как вам здесь? Как вам здесь? Смотри, картошка фрит 90 копеек. 90 копеек? Вау, это акция. Друзья, подписывайтесь на наш канал в ютубе. Будем благодарны вам. И будем снимать еще много интересных видео о Черногории. Поехали. Смотрите.